друзья всем доброго доброго утра давно не подходила в эфир некогда и немножко приболела пишите пишите звоните звоните решила все-таки заснять видео видео наших растений вернее о растений которые мы заказываем по почте что хочу сказать прежде чем заказать какое-либо растение да любое растение в принципе растение прежде чем заказать хорошо обдумайте это почта это не базар не рынок то что вы пришли купили принесли домой и любуйтесь им это рис поэтому прежде чем заказывать очень хорошо подумайте почта может задержать может задержать издек помять сесть попой на вашу посылку то есть погубить я же в свою очередь обещаю отправлять вам хорошие растения те растения которые мне не нравятся но они у нас были в заказе я вас предупреждаю вы можете отказаться от них я если у вас была предоплата естественно я верну вам предоплату можете подождать до лета потому что я это растение выхожу выращу сделаю его красивым я сейчас говорю про самарскую лидию кто заказывал самарскую лидию ну так получилось это растение это растение получилось так что самарская лидия неудачная и посылать я вам его боюсь естественно цену я скидываю но все равно боюсь не хочу чтобы потом про меня думали плохо даже люди выходят из строя например сегодняшний день это я я заболела очень сильно и больно тем не менее я отправляю вам посылки вопрос вы говорите что вы отправляете посылки мой номер 15 почему вы мне не отправили потому что ваши посылки те растения были которые были в земле начала отправлять те посылки например крупнолистные которые у меня были в теплице замерзшие посылки ну вернее в грунте естественно отправить я не смогла я много очень посылок уже отправила несмотря на то что я заболела я вас нет не обманываю есть много моих подписчиков уже моих любимых друзей которые знают я болею которые говорят срочно в больницу или срочно каждый день я занимаюсь вот такими вот делами для того чтобы выполнить свой долг и еще у нас весна которая только началась и наши растения только просыпаются понятное дело то что у них не будет листьев они не будут красивые с цветами как стоят у меня в теплице они еще малыши столько-только-только набухшими почками есть те что почки набухли в теплице я их ставила было совсем холодно эксперимента ради я их тоже отправляю но я не люблю когда много-много листьев доходит они хорошо ничего не могу сказать но тем не менее нет листьев это нормально растение спало после зимы летом будете заказывать да будет много листьев даже цветочков если кого-то кому-то надо много листьев можете подождать свои растения отправлю когда будет много листьев помимо посылок у меня свои дела которые я отложила вообще не надо пересаживать и сажать я это дело отложила потому что мне хочется быстрее отправить вам посылки снять из себя эту ответственность тот кто отправляет тот меня поймет как это сложно вот каждую надо вот так вот упаковать этот процесс не быстрый не пять минут закинул в коробку и отправил совсем не быстрый долгий процесс есть такие растения которые стандартные коробки не подходят садишься за руль хорошо есть руль и едешь в город не увидите что я делаю нет едешь в город искать коробки а где естественно в магазинах в магазинах сейчас коробки не дают еще отвечу на вопрос а коробка не почтовая за что вас меня взяли денег если коробка не почтовая это не значит что я ее не купила солнышко и я не вижу это не значит что я ее не купила я пошла также купила купила на маленькую сумму мешок скотч ангелин который стоит 15 метров 500 рублей 15 метров это вообще ни о чем за раз я отдаю 5-6 тысяч заканчивается покупаю еще я еду в город я не отправляю с нашей деревни вам посылки здесь оформляю дома через онлайн отправляю в городе и я знаю что это неправильно что так быть не должно но тем не менее она так мы принимаем мне почта будет только по пять посылок опять я нашла почту где принимают вот 15 посылок естественно задарив шоколадками хорошей девочки больше в день я не соберу чисто не физически но я не успеваю больше вот я делаю свою работу я могу собрать где-то посылок 10 12 смотря какие посылки и утром рано я еще добираю посылки получается 15 и везу город это получается от моего дома я скажу 33 километра в одну сторону 33 километра в другую сторону те растения которые мне не нравятся я вам о ней говорю мне не нравится что-либо растение не берите или могу предложить за другую сумму я понимаю что вы его ждали всю зиму вы его хотели но опять же это зависит не от меня вот так плохо перезимовала это растение если я очень сильно переживала тогда что вдруг не получится сейчас я решил не буду больше переживать слишком долго дорого переживать слишком боль переживать пообщалась с другими покупателями и продавцами не всем конечно большинства алина вот это вот уберу убери все близко к сердцу это живой товар это растение но может умереть у него может быть какой-то позиции не быть кто заказывал самарскую лидию кстати многим не могу дозвониться не берете трубки я звоню с другого телефона не с того который у вас есть все говорят вообще никак не принимай близко к сердцу потому что это растение она сегодня растет и завтра она сдохла поэтому не надо по телефону на меня орать что я такая тосякая не буду говорить эти слова кто-то кто-то тут говорил такие слова кто-то понимает про кого я говорю что я такая сякая что я мошенница я никого не обманула с питомников вы получаете свои заказы аж до июля месяца я постараюсь вам за май месяц заказы разослать очень сильно постараюсь несмотря на то что я болею тем не менее я ваши заказы упаковываю вот это вот совершенно не надо я уберу чтоб она не мешала новые нарастут я показываю тому кто и кому собираю эту посылочку вы не бойтесь у меня никого вид нет лет мне не заразитесь ну скажу одну я свою работу делаю будучи я здорова больше в день посылок я одна все равно не собрала бы те кто говорит у тебя есть дочеря пусть помогают дочеря мои тоже работают как лошади дома их нет сережка тоже работает никто не сидит со мной на попе не смотрит на меня вот снимаю не знаю видно не видно вам то что я делаю так что девочки все ждем своих заказов никуда они не убегут даже подрастут естественно я за ней ухаживаю одинаково так же как и за своими абсолютно одинаково кормлю их вот палка про который вы говорите палка вот я ее отстригла покажу отстригла и проснулись почки которые пойдут на этой палке палка у нас вот черенок для лопаты вот это палка а это растение а не палка ухаживайте за своим растением любите его и ухаживайте правильно и будет у вас все расти а если вы получили просто бросили как есть естественно расти ничего не будет все закончены те кто заказывал самарскую видео и ванила фрайс прошу вас позвонить мне потому что многим не берут трубку многим и не могу позвониться один заказ вообще с телефона совсем женщина взяла трубку и говорит я не заказывала ну такая милая женщина улыбается смеется рассказывать мне про свои гордости но она не заказывала но у нее оплачен товар вот что оплачен и притом она заказывала второй раз у кого самарская и ванила позвоните мне пожалуйста объясню проблему конечно я понимаю что вы ее ждали очень я тоже на нее очень-очень надеялась но так получилось это растение это не диван который мы заказали и нам его привезли установили и не шкаф на этом закончу свое видео буду дальше работать вот видите сколько я собираю 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 одну только посылку но уж быстрее я не могу простите какая есть всем большое спасибо всем пока пока и и и и Продолжение следует...